Привет девчонки, привет мальчишки. Рада вас снова видеть. Тренога у меня не появилась, но поскольку рука держать телефон все время отваливается, я вот так вот снимаю, поставила телефон на коробку из-под бандероли. Вот таким способом вышло из положения. Не знаю как кому, а мне даже в страшном сне не могло присниться, что так называемые соседи, братский народ будут сбрасывать бомбы на мирных людей, на беззащитных, будут убивать младенцев, насиловать женщин, мародюрить и грабить. В это страшно было поверить, но это факт, это случилось. Незванно, нежданно, вероломно они пришли в наш дом. Я верю в победу наших ВСУ, я верю, что от объема каждый миллиметр нашей земли, каждый сантиметр и клаптик, и наши дети, и наши внуки будут помнить, кто пришел. И как бы они не называли это спецоперацией, и как бы еще, какие бы они там не придумывали намерения, они пришли вероломно к нам домой. Я повторю еще раз, самолетов сбрасывали химическое оружие, бомбили, грабили, мародерили и убивали. И этому нет прощения, нет сейчас и не будет никогда в жизни, и никто этого не забудет, я надеюсь. Поскольку для меня политика, как и для миллионов украинцев, это больная тема. Давайте о хорошем. Смотрите, я всегда говорила, что добро должно идти дальше, и это случилось. Мне до телеграм написала девушка из коммуны Аскер и предложила свою помощь. Я тоже, в принципе, могу снять мутак, второй этап нашего пребывания, как мы проживаем, и надеюсь, это поможет людям, которые сидят где-то в бомбоубежищах, под бомбежками, где без конца работает воздушная тревога. Возможно, кто-то остался без дома. Волонтеры помогут добраться до границы, и каким-то образом человек доберется. Есть масса организаций волонтерских, которые помогают людям добраться. Я не говорю о Норвегии, в любую другую страну, где будет безопасно. Поскольку дело воинов – защищать свою землю, а дело женщин – взять в охапку своих детей и сохранить их физическое здоровье и их моральное здоровье. А второе – это самое ценное, потому что если у наших детей будет крепкая, здоровая психика, то все наши последующие поколения будут сильными. Итак, встречайте, коммуна Аскер, город, сейчас я напишу, филтвет. Я знаю, что если где-то ошиблась, миллион комментаторов меня поправят. У нас, знаете, люди что-то хорошее замечают редко, но если вы где-то там оговорились, миллион человек вас поправит. Итак, мои хорошие, встречайте, поддержите лайками и хорошими комментариями эту девушку. Пока-пока, до новых встреч. Искренне ваша Наталья Чалая. Всем привет, меня зовут Снежана, специально для канала Наталья Чалая. Снимаю видео о нашем лагере. Мы живем в Каммуне Аскер, город Филтвет. Главный въезд в наш лагерь. Это бывший дом престарелых. Переоборудовали для переселенцев, для беженцев. Главный корпус. И наверх туда дальше дома. Даже в ровном доме по нашему. Такой линк, красивый. И дальше не раз на доме, а это корящимый дом для тех, кто приезжает на распределение, на второй этап. Возле главного корпуса есть велосипеды для всех желающих прокатиться, шлемы. Входим в главный корпус, администраторы. Такой милый. Здесь кафетерий в главном корпусе. Детская зона есть. Такая красота. Да, Сюм? Это вот левое крыло. Здесь детская зона. Главный вход в дом. Сразу попадаем в кухню. Общая кухня. Вот здесь у нас холодильники. Здесь продукты. На все комнаты, на все семьи. Такой стол большой. Детская зона. Выход на террасу. Есть барбекю. Шикарный вид на Осло-фьорд. Песочница для деток. Домик. Столики. Спасибо. Это было тюрьмы. Тачечная. Сушилка для белья. Стераная машинка. Всевозможные атрибуты. Это наша комната. И такие же подобные. Дальше. Рисунки. Красивые. Заходим в нашу комнату. Квартиру. Это коридор. Сушилка. Холодильник. Огромный зал. Параллельно детская комната. Кроватка для Семена. Диван. Красивая картина. Обеденный стол. И вот такая кухня. С окном. На коридор. В каждой комнате такое окошко. Здесь у нас ванная комната. Туалет-душ. Все перемешности. Дальше у нас идет. Любимая моя. Одна из любимых комнат. Гардеробная. Все сюда можно сложить. Повесить. Чемоданное поставить. И спальня. Двуспальная кровать. Шкаф. Столик. Все. По питанию. Хочу рассказать. Вот такие вот. Привозятся готовые обеды. На всю семью. Разные. И вы можете брать сыр. Колбасу. Это вот. Девушка пекла торт. Угостила нас. Йогурты. Кока-кола. Это. Варяная сущенка. Молоко. Кефир. Фрукты. Овощи. Майонез. Кипомазки. И консервы. Паштеты. То есть. Питание очень хорошее. Очень. Также. Кофе. Чай. Печенье. Какао. Чипсы. Детское пюре. Разнообразное. И все, что вы хотите. Можно дозаказать. Мясо. Сами готовить. Фарш. В общем. В пределах разумного. Можно заказать. И вам это купят. И предоставят. Вот, например, мы заказали на нашу семью из трех человек. Такой набор. Куриное мясо. Говядина. Свинины. Ребра. Цель-ребра. Семка. Заложенная. Молочка. Корошек. Йогурты. Это. Творок. И сосиски. Молочка. Сыр. Такой набор. Очень здорово. Причем Норвегия. Когда в июне моя бабушка стала инвалидом. Я обратилась за помощью всевозможных фонды украинские, польские организации с просьбой о помощи в информации, куда можно обратиться. Допустим, вывезти бабушку за границу на лечение, на реабилитацию. Потому что там, где наши дома, мы не можем вернуться. Один дом у нас в оккупации. Харьков до сих пор в активных боевых действиях. Было принято решение и предложение от одной организации ехать в Норвегию. Летели мы на самолете Варшава-Осла-Аэропорт Торп. Компания Визейр. Прилетели мы в аэропорт. Обратились сразу к полицейским. И нас передали в местную организацию, которая занимается распределением. Я, конечно, надеялась, что нас оставят при аэропорте. Там тоже расселяют в гостинице. Но, как мне объяснили, так как моей бабушке нужна медицинская помощь, медицина, специальные условия для инвалидной коляски, то это только есть в роды. Это главный центр для беженцев в Норвегии. И нас туда отправили, организовали трансфер. Прожили мы в роды две с половиной недели. Бабушки выделили отдельную специальную комнату со всеми удобствами. Все шикарно. Во всем помогают, все делают. Но, в основном, кто не нуждается в специальных условиях, живут, конечно, в палатке где-то на 20 человек, где-то на 30 человек. Питание в роды не очень. Но вытерпеть можно. Это временный все-таки центр. Там долго не держат. Максимально я знала людей, которые там и жили два месяца. Конечно. Но это редкое. Вот так красиво здесь. И вот в один из дней UDI распределили нас в коммуну на второй этап. И наш лагерь именно специализируется. Тут есть специальные комнаты, специальные условия для людей, кто на инвалидной коляске, кто имеет какие-то проблемы со здоровьем, попадают именно в этот лагерь. В коммуне Аскер, город Фильтвит. Мы очень довольны, очень счастливы, очень благодарны Норвегии, всем людям, которые причастны. В конце видео хотела пожелать всем украинцам удачи, успехов, сил, терпения. Кто выбирает Норвегию как страну для временного убежища, здесь действительно помогают. И невероятная поддержка. Пока у нас в стране война, есть шанс прожить часть жизни в прекрасной стране.